Донецкая артиллерия Все автомобили сгорели Самовоспламеняющееся вещество, которое содержит снаряды, уничтожает все вокруг Вызывает сильные ожоги и тяжелое химическое отравление организма Одна десятая грамма приводит к гибели человека Еще один вид запрещенного оружия Кассетные боеприпасы взрываются в жилых районах Луганской области Уже отработанные фрагменты бойцы ЛНР намерены передать наблюдателям ОБСЕ В одном из пригородов Луганска, в городе Первомайске, работает наш специальный корреспондент Артем Кол Сидя в темном подвале, освещенном только одной свечкой Пенсионерки из города Первомайск вспоминают детство Когда также прятались от бомб фашистов, проклиная карателей Не сдерживая слез, пенсионерки рассказывают, последние полгода они почти не вылезают из этого подвала Потому что бомбежки не прекращаются ни на секунду И вот сегодня разорвалось несколько снарядов прямо во дворе Представители ополчения уже начали собственное расследование Иначе тоже взорвалось здесь, на окраине Первомайска, в жилом квартале, где нет позиции Луганской народной республики Предположительно, это был снаряд с кассетными зарядами, который запрещен во всем мире Вот уже на месте происшествия найдена вот такая запчасть от боеголовки В ближайшее время ее передадут представителям ОБСЕ Огромная воронка диаметром в три метра Ополченцы осматривают место, собирая осколки для международных наблюдателей Рядом жителей многоэтажки, которые, переборов страх, вышли из подвалов Вот так сидим в подвале, аж дом подняло, ноги поднимаются Сюда бьет эту порошенку, чтобы его разорвало на мелкие части Так как мы трусимся день и ночь Артобстрелы в Первомайском не прекращаются ни на минуту Тяжелая украинская артиллерия, стоящая в трех километрах от города Планомерно уничтожает многоэтажки, в которых до сих пор остаются люди Вон в этот и прислушивайся, мимо летит, значит, это, да Еще будем жить Все на слуху, на слуху, все и так и что же У вас тепло даже дрожит Да, и пол дрожит Вы уже привыкли Плохая привычка, очень плохая Привыка, а сердце дергается все равно У ополченцев несколько версий, почему снаряды падают именно в жилых кварталах Одна из них, украинское командование, до сих пор думает, что армия ЛНР остается в городе Укрепления ополченцев, конечно, в городе еще остались Они были стратегически важны еще летом, когда украинские силовики пытались Вот по этой центральной улице зайти в город на танках и прорвать линию обороны После нескольких дней тяжелых болезнодновений армия отступила в соседний населенный пункт, где до сих пор и остается Но, скорее всего, украинская артиллерия расстреливает дома мирных жителей за то, что те поддерживают ополченцев При этом в городе до сих пор вместе со стариками остаются дети Ярославу совсем недавно исполнилось 10 лет, и этот день рождения чуть не стал для мальчика последним Мне было очень плохо, когда мне щечку поцарапало стеклом У Ярослава не осталось уже друзей в городе, почти все уехали А его лучший друг Гоша, который остался с родителями, почти не выходит из оборудованного подвала Просто потому что боится Для жизни здесь есть все Кровать, стол, запасы еды и воды Но самое главное – телевизор, который как окно в мир рассказывает, что же происходит на поверхности Ну как бросить вот это вот все Например, вот мы здесь живем, мы два раза уже свою квартиру спасли от потопа Потому что после бомбежки дом трусится, трубы рвутся, получается, течет все Вот мы сейчас уедем, потом мы вернемся куда Надежда на светлое и мирное будущее еще не умерла, говорит мама Гоши Она верит, в ближайшее время война закончится И тогда, в честь этого события, они отпустят голубей соседа на волю, которых подкармливают каждый день Но пока нужно сидеть в подвале На улице все еще смертельно опасно Артем Кол, Дмитрий Малышев и Алексей Ялдин Вести, Донбасс Дмитрий Малышев и Алексей Ялдин Дмитрий Малышев и Алексей Ялдин